Санкт-Петербург оправдывает свою репутацию города-музеев. Это дает жителям и гостям большой выбор для полезного досуга. В этой статье рассмотрены самые интересные музеи СПБ для детей и взрослых, список лучших. Детям дошкольного и младшего школьного возраста будут интересные интерактивные музеи СПБ, необычные экспонаты, мультимедийные инсталляции. Детский возраст отличает повышенная любознательность. Важно, при выборе нужно учитывать также подвижность детей и ограниченное время концентрации внимания. Музей игрушки. В экспозиции представлены игрушки разных стран. Отдельного внимания заслуживает выставка советских игрушек. Взрослые наверняка узнают здесь многие атрибуты своего детства. Все игрушки являются подлинниками. Особую историческую ценность представляет коллекция фарфоровых кукол 18 века. Место состоит из трех залов с экспонатами. В подобных местах лучше всего брать экскурсию. Дети быстро осмотрят экспонаты. Если сопровождающие не владеют достаточной информацией, интерес быстро иссякнет. Планетарий. Основной зал представлен огромным проектором звездного неба. Детям доступно рассказывают о звездах, созвездиях, сторонах света и так далее. В планетарии есть возможность посмотреть в самый настоящий телескоп. Любознательным посетителям можно заглянуть в зал иллюзий. Здесь смоделированы привычные оптические иллюзии. Дети узнают, как они создаются. В СПБ есть два планетария по разным адресам. Официальный первый планетарий находится у метро Горьковская. Вселенная воды. Комплекс посвящен Петербургскому водоканалу. В нем представлено несколько экспозиций. Вселенная воды создана по европейскому образцу с интерактивными инсталляциями. Главная тема – вода и ее значение. Отдельное внимание уделено Санкт-Петербургу и его водоснабжению. Дети узнают много интересных фактов об истории водоснабжения родного города. Здесь невозможно заскучать даже подвижным активным детям. Гранд-макет Россия. Уникальный проект, открытый в 2012 году. В Большом зале смоделирован уменьшенный ландшафт России и жизнь обычных людей. Фигуры людей и транспорт движутся. Можно понаблюдать за типичными бытовыми ситуациями и природными явлениями. Зоологический музей. В нем представлены животные, птицы и рептилии разных стран. В отдельном зале находится воссозданное чучело мамонтов. Экскурсии рассчитаны возраст детей от 5 лет. Для каждой возрастной категории найдется интересная и полезная информация. Лабиринтум. Интерактивный музейный комплекс рассчитан на детей от 2 до 14 лет. В нем есть множество познавательных программ по школьным предметам. Особый интерес вызывают научные эксперименты, в которых можно поучаствовать. Посещение поможет детям всколыхнуть интерес к физике, химии, математике и истории. Музеи Санкт-Петербурга в подростковом возрасте активно формируются специализированные интересы. Родители должны знать, какая область знаний особо интересует ребенка. Музеи для детей СПБ найдутся на любой вкус. Важно, подростки должны также участвовать в выборе семейного культурного досуга. Музей гигиены. Экспонаты станут отличным дополнением к урокам биологии. Дети узнают о различных заболеваниях и их профилактике. Один из самых знаменитых экспонатов, легкие курильщика, станет ненавязчивой профилактикой вредных привычек. Музей восстания машин. Это настоящий портал в мир роботов, машин и трансформеров. Дети увидят любимых героев из комиксов и смогут окунуться в футуристическую атмосферу. Здесь также представлены «ожившие» герои фантастических фильмов и мультфильмов. Со многими из них можно взаимодействовать, трогать руками, фотографироваться. Музей советских игровых автоматов. Подросткам будет интересно узнать, как развлекались в советские времена их родители. Все автоматы в рабочем состоянии, в них можно поиграть. Автоматы принимают к оплате советские монеты, которые входят в стоимость билета. Музей блокады. Экспозиция повествует о печальных годах Великой Отечественной войны. Место живо напоминает детям о жизни в блокадном Ленинграде. Посещение позволяет не забывать о подвиге советских людей и глубоко чтить их память. Музей стрит-арта. На территории заброшенного завода размещаются работы уличных художников, проводятся различные мероприятия и фестивали. Важно, для родителей это будет шанс поближе познакомиться с молодежной культурой и проникнуться увлечениями подростка. Кунсткамера. Этнографический музей демонстрирует богатейшую коллекцию экспонатов, рассказывает про обычаи и особенности народов мира. Особый интерес представляет анатомический залив. В ней собраны редкие мутации и заболевания. Коллекцию начал собирать Петр I. Ирарта – музей современного искусства. Подростков притягивает все новое и необычное. В галерее представлены работы современных художников. Порою они непривычны для восприятия, но все равно привлекают своей самобытностью и оригинальным взглядом на действительность. Музеи Санкт-Петербурга для детей дают возможность поближе познакомиться с военной и гражданской техникой. Им будет интересно на различных политехнических выставках. Музей железнодорожной техники. Популярные музеи Анталии на огромной площади представлены поезда и паровозы с самого начала их существования. Детям расскажут о принципах работы составов, о их истории. Также, можно попробовать себя в роли машиниста. Подводная лодка 189. Настоящая подводная лодка, списанная в 90-е годы. В ней можно ознакомиться с внутренним устройством подводной лодки, посмотреть на предметы быта подводников и архивные фотографии. Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. В коллекции собраны военные знамена, военная техника и орудия. Оружие, включая раритетное, собирали с более 50 стран. Михаилу Калашникову здесь посвящена целая экспозиция. Самые древние экспонаты относятся к 14 веку. Коллекция городского электрического транспорта. Здесь представлены образцы городского транспорта, начиная с момента его появления. Многие экземпляры являются рабочими. По определенным дням можно прокатиться на ретро-трамвае. Ледокол Красин. Настоящий ледокол с богатейшей историей, которой более 100 лет. Корабль участвовал в сражениях, помимо своего прямого назначения. Важно, для детей проводятся не только традиционные обзорные экскурсии, но и интерактивные познавательные игры. Маленьких детей привлекают крупные яркие объекты, работающая техника, животные и т.д. Малыши любят наблюдать, а также взаимодействовать с окружающими предметами. Сад бабочек. Музеи Ватикана. Дети завороженно наблюдают за яркими тропическими бабочками, которые порхают вокруг. Бабочек можно аккуратно брать руками и фотографироваться с ними. Интерактивный музей Музеус. Недавно появившийся музеус для малышей уже завоевал популярность среди детей и родителей. Основная цель – развитие и познание мира. Здесь нет экспонатов за стеклом. Сюда можно прийти как семьей, так и в составе организованной группы. Театр – сказкин дом. Театр проводит интерактивные спектакли для самых маленьких посетителей от года. Представления организованы с учетом возрастных особенностей. Они имеют небольшую продолжительность, простой сюжет и предполагают посильное участие зрителей. Важно, интерактивные музеи СПБ станут лучшим выбором для посещения с детьми до трех лет. В Санкт-Петербурге музеи для детей предлагают бесплатный вход в определенные дни. Важно, стоит заранее ознакомиться с имеющимися льготами, которые дают право на бесплатный вход. Производство Кока-Кола. Для бесплатного посещения достаточно забронировать место. По заводу проводятся экскурсии с дегустациями. Музей истории и фотографии. Есть платные выставки, но основную экспозицию можно осмотреть бесплатно. Здесь представлены снимки первых фотографов и раритетные фотоаппараты. Музей морской авиации военно-морского флота России. В нем представлены архивные документы и ценные вещи, связанные с историей авиации. Любопытно, что он создан на некоммерческой основе энтузиастами. Музей Метрополитена. Для детей дошкольного возраста предусмотрен свободный вход. Интерактивный обучающий центр, посвященный истории и современной работе Метрополитена. Детям расскажут о тонкостях организации бесперебойного движения. Музей путей сообщения Санкт-Петербургского государственного университета. В этом университетском музее собраны экспонаты, посвященные истории развития железнодорожного транспорта в России. Важно, посещение будет интересно для школьников среднего и старшего возраста, особенно для желающих в будущем поступить в этот институт. Чтобы поход в музей Питера для детей стал запоминающимся событием, родители должны правильно подобрать место посещения и учесть несколько рекомендаций. Место должно соответствовать возрасту ребенка. Дошкольникам будет неинтересно в мемориальном музее или архиве с большим количеством документов. Не стоит водить детей насильно. Это сформирует негативное отношение к такому культурному досугу. Перед посещением, необходимо рассказать детям о правилах поведения в немецком. Если планируется насыщенный день с посещением нескольких экскурсий, нужно подобрать удобную обувь и одежду. Для малышей рекомендуется взять перекус. Перед походом в музей с коляской, следует узнать заранее, предусмотрены ли для них условия. Некоторые указывают на сайте, что проход с колясками не предусмотрен. Даже если посетителя пустят, ему будет некомфортно. Походы по музеям – интересный увлекательный досуг для всей семьи. Совместное времяпровождение способствует сплочению семьи и формированию общих интересов. Музеи Санкт-Петербурга ждут детей и их родителей.